МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это лишь первые и самые поверхностные симптомы. Те, кто затевают русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот это, затевают все вот это, это я этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь. Причем самое печальное, что человек не считает себя больным, а напротив, всячески подчеркивает свою богоизбранность. Россия – это жемчужина в раковине, которая, раковина, находится у бога в руках. С учетом размаха машины пропаганды вангуем, что вскоре для изучения новой болезни целые факультеты понадобятся. И вот на этих факультетах обязательно будет кафедра, так сказать, для самых тяжелых случаев. Петрович! На связи! Подавай к параду! Осложнения на самом деле страшные, но есть один большой плюс. Распространение тех самых тяжелых форм заболевания вата и головного мозга сильно ограничивает небольшое покрытие телеканалов процветающей Новороссии. И так каждый день. Все очень просто. Если Киселев и компания хотя бы пытаются рекомендации из методичек завернуть в красивую обертку, то гордые новоросские недожурналисты на такие мелочи не заморачиваются. Ну а что? Чем ниже прогиб, тем больше гречки. Сепаратизм нужно душить и выжигать каленым железом. Странно, что такого мнения о сепаратизме придерживаются не только политики, но и те, кто претендует на духовное лидерство. На примере всего одной недели мы покажем, как лихо выносят мозги жителям оккупированных территорий. И это тот самый случай, когда Геббельс тихонечко курит в сторонке. Хотя нет, стоит в очереди в Донмаг. Чтобы понять масштабность подхода к делу, достаточно просто посмотреть вот на эти цифры. Только у Захарченко в Министерстве информации работает ни много ни мало. 120 человек. И это без учета всяких там юнионов, оплотов до Новороссии ТВ. В банановой республике ДНР при содействии специалистов из Кремля за 2014-2015 годы была создана мощная пропагандистская машина со штатом в 120 человек и бюджетом в десятки раз превышающим бюджет Министерства информационной политики Украины. Антон Герасченко. Окей, есть сайт. Плюс Басурину каждый день надо бред не писать. Хорошо, по аккредитациям еще парочку. Но больше сотни носов. Только в одном министерстве говорит о том, что промывка мозгов людям для молодой недореспублики это самое приоритетное направление. Вы – это та же власть, которая формирует общественное мнение и общественная жизнь. Мы с вас и скорость способны. Просто, чтобы все понимали уровень. Открываем, так сказать, печатное издание. Вестник ДНР. На секундочку, это вам не хухры-мухры. Что по логике вещей должно быть в Вестнике ДНР? Это вопрос из серии «Кто придумал Сальто Делчево». Сальто Делчево первый выполнил Дел... 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 Че... Ух! Замечательно! Но не расслабляйтесь особо. Вот вам списочек статей того самого Вестника. Способны ли санкции сломить Россию? Украина попала в список стран, торгующих рабами. Невеселые будни незалежной медицины. Россия встает с колен, укропы гниют в нищете, ищем фашистов вместе и далее по списку. Вот что нужно людям в Донецке знать. А про долги по зарплатам на шахты, безработицу в городе, да грязюку на Калининском рынке пусть вон Вашингтон-Пост пишет. Они задействуют ту же модель, которая задействуется в России. Можно говорить, что у соседа корова сдохла. А то, что у соседа не корова, а автомобиль, и не сдохла, а поменял, не имеет никакого значения. Кстати, Путин, вестник ДНР, точно не читает. Откуда знаем? Да очень просто. Если б читал, то в жизни бы не просил санкции снять. Мы к этому готовы. Мы к этому не только готовы, мы этого хотим. Он там у себя в Кремле, похоже, вообще не разбирается, чё к чему. То ли дело могучие новоросские аналитики. Сказали, Россия от санкций лучше, значит лучше. Вон, глядите, как Мишка покрепчал. Добавляйте, это сделает меня сильнее. И вы же понимаете, что это далеко не единственный случай. Вот вам ещё одно печатное издание из той же оперы. Просто оцените подборочку новостей. В Украине, в том числе и на оккупированной ВСУ территории, хотят отменить социальные продукты или сократить их список. С жёлтеньким новости из-под контрольной Украины части Донбасса. Ни одной хорошей. Работницы сразу трёхсам в Славянске предлагали клиентам услуги проституток. Буквально тут же рядом красненькие новости. Это уже не об Укропии. ДНР, братцы, чтобы вы знали, это новая Монако. Естественно, всё не просто хорошо, а вообще супер-пупер. Никаких проблем нет. Шаг и мат Обама. Ситуация на аптечном рынке республики стабилизировалась. Донецкая Муздрама откроет новый зал для экспериментальных постановок. Власти Донецка организовали праздничную программу для 17 многодетных семей. Вы же понимаете, да, что кто-то это читает? Более того, читает это регулярно. И вот уже разгорячённая фантазия рисует объятый пламенем Краматорск, где каратели с ногайками отбирают хлеб и устраивают на работу пожилых проституток. Эх, слава богу, я из своей макеевки никуда не выезжаю. В чём секрет популярности плохих новостей? Вот люди смотрят про то, что там где-то далеко происходит что-то ужасное. И у них возникают ощущения, а у меня-то всё хорошо. И поэтому вот в этот самый момент меня не интересует, что за молоком нужно стоять в очереди, как это происходит под горлом. Но ведь все же понимают, что новоросские газеты, журналы даже при таком трешачке – это вторая лига на фоне местных телеканалов. Вот там давно потеряли связь не только с реальностью, но и с логикой. Вот это, например, смотрели люди в Донецке на этой неделе. Сепаратизм нужно душить и выжигать калёным железом. Странно, что такого мнения о сепаратизме придерживаются не только политики, но и те, кто претендует на духовное лидерство. Въезд в сюжет затёрт до ожогов на руках. Ох уж эти укросвященники-каратели благословляют, ну да, слышали, знаем. Сегодня Филарет не просто возглавляет украинскую православную церковь, но и награждает так называемых героев АТО. Выдаёт форму и отправляет на войну. Даже просит оружие для войны на Донбассе. Дальше, естественно, идёт длинная песенка о том, как это плохо и ужасно. С невероятной агрессией Филарет относится ко всему тому, что связано с Донбассом и русскими. Народы искусственно разделяют, пытаются расколоть общество, хотя сам родом из Донбасса. По всем законам логики здесь бы и сказочке конец. Но не ищите логики в сюжетах новоросских каналов. Её там не было и нет, как, впрочем, и в самой Новороссии. Иеромонах Пахомий, герой нынешней войны, приехал на Донбасс из Москвы вот только с мирной миссией защитить, оборонить братский народ. Оказывается, освещать солдат армии – это страшный грех. А вот косить укропов с ружбайки, как вот этот поп из-за поребрика – это вау, супер, наше почтение, респект и уважуха, братаны. Сам ещё летом 2014-го вступил в ряды ополчения. Прошёл Шахтёрск, Иловайск, Еленовку, Донецкий аэропорт. Да что там мелочится? Программа даже называется «Герой нашего времени». А теперь ещё раз. Просто две цитаты из одного и того же сюжета. С невероятной агрессией Филарет относится ко всему тому, что связано с Донбассом и русскими. Защитить, оборонить братский народ. Прошёл Шахтёрск, Иловайск, Еленовку, Донецкий аэропорт. Как говорится, что русским можно, то остальные мнения. Ну а вообще мастерству и рыбку съесть и на дерево залезть, у них даже киселёв может поучиться. Ну это нормальная эволюция, почему нужно человеку отказывать в ней, правильно? Что интересно, за два года регулярной практики все эти юнионы и оплоты дошли до таких виртуальных миров, что уже не только коварные украсть МИ, а и российские федеральные каналы портят им малину. Вот такие чудесные титры уже давно красуются в их сюжетах. Да-да, вы всё правильно увидели. Мариуполь, ДНР. Естественно, и Краматорск, и Славянск, и Бахмут, там тоже ДНР. Ну а чё, хоть в титрах победили. Но уже вечером перемога превращается в страшную зраду. В общем, пришла беда, откуда не ждали. За последнюю неделю число обстрелов выросло ещё втрое. Обстреливаются те районы, по которым очень долгое время не стрелялось. Кто не понял, это сюжет из Донецка российского Первого канала. И пока кое-кто думкой богател, из Москвы влепили смачный щелчок по носу. Для главных новостей духовной Россиюшки не то, чтобы Мариуполь не ДНР, но и Донецк – это Украина. Неужто и эти Нуланд продались, негодовали на воросовую экран? Надо бы казачий патруль отправить. Как пить дать Андреева в студии за печеньки скачать? С другой стороны, теперь в самом Донецке появилась возможность нанести сокрушительный удар по американскому империализму. Слопаем все гамбургеры, чтобы банки не достались. Долгих два года в Донецке ждали открытие одного из самых популярных ресторанов быстрого питания. И, наконец, долгожданное событие свершилось. Дон Мак гостеприимно распахнул свои двери 16 июля. Но если серьезно, на это все нельзя смотреть без слез умиления. Каких-то два года назад эти же люди, заливая слюнями экран, с гордостью закрывали три Донецких Мака. В Донецкой области не осталось ни одного Макдональдса. На Южном, Крытом и площади Ленина непривычно пусто и темно. Санитарные нормы не выполняют. Еда вредная и недуховная. Мы вот на их месте блинную откроем. Ага, открыли. Сейчас. Ленин на площади на взрыв плачет. За два года ни блина, ни чизбургера. Но с последним сейчас попроще. Ибо когда истерика утихла, в Донецком ОГА подумали. Ну, не пропадать же целым трем точкам. Че, зря, получается, отжимали. В Донецкой Народной Республике произошел прорыв в сфере общественного питания. В столице ДНР состоялось долгожданное открытие ресторана быстрого питания «Дон Мак». Местные каналы переобулись моментально. Как будто и не было вопли в 2014-м. Вот сейчас просто послушайте, до какого процветания дожили. 16 июля, 11 часов утра, стала вторая красная дата в нашем календаре. Слыхали уровень? Оказывается, открытие Мака – это второй красный день календаря. Стала вторая красная дата в нашем календаре. Смеем предположить, что первый – это День Победы. Вот и получается два красных дня в Республике. День Победы и открытие Дон Мака. Как говорится, деды запивали. Кстати, по чудесному совпадению, мудрец с пастуховки по имени Александир именно на этой неделе взялся на роду праздники придумывать. И то, правда, четыре парада за месяц – это для слабаков. Глава ДНР Александр Захарченко установил в Республике профессиональный праздник – День Металлурга. День Металлурга будет отмечаться 17 июля. Вот так царским указом у Металлургов на оккупированных территориях появился свой день. И все бы ничего, но вот же незадача. Праздник Металлургов и так был в этот день. В чем легко убедиться? 17 июля – в Украине День Металлурга. В независимой Украине празднование Дня Металлурга введено указом президента от 3 июня 1993 года. Придумывать придуманные праздники – это, конечно, сильно. С другой стороны, имитация бурной деятельности налицо. Смеем предположить, что День Металлурга был лишь пробой пера. А потом сядет Санек, почешет репу и подумает – надо бы и бабам какой-то праздник придумать. И на когда поставить? А да на когда угодно. Да хоть… А 8 марта? Хорошее число. Так, Пушилин, а ну бегом метнулся кабанчиком. Сейчас указ царский будет.